Итак, мы добрались практически до середины нашего курса и сегодня мы поговорим про дистрибьюцию контента. У нас есть аудитория, мы про это поговорили, у нас есть инструменты и социальные сети и сегодня нам нужно как-то свести вместе те инструменты, эту аудиторию как раз вокруг нашего контента. Как говорится, сначала мы работаем на инструменты, а потом инструменты начинают работать на нас. Поэтому в дистрибьюцию контента надо вкладываться. Когда мы говорим про дистрибьюцию, нужно помнить совершенно маленький кусочек теории. Есть такая теория жизненного цикла инноваций. Рассмотрим идею или наш контент или какую-то ценность как инновацию. Инновация сразу не принимается всеми, она отторгается, как любое что-то новое, сложное, непонятное. Вообще, когда мы говорим о контенте, если в содержании вы закладываете больше 30 процентов чего-то нового, оно уже будет туго идти. Люди должны узнавать и достраивать кирпичик своей картины в голове к тому, что уже есть. Поэтому, когда мы говорим о чем-то важном, а как правило, любая тема, с которой работает гражданская инициатива, это что-то важное, ценное, но совершенно новое, иногда неприемлемое для большинства. Соответственно, начинается жизненный цикл с того, что у нас появляются первые сторонники, это журналисты, как мы уже говорили, и тот ближайший круг, с которым вы работаете. Обычно это 2-3 процента людей от максимально возможной аудитории. Жизненный цикл начинает разворачиваться, у нас появляются первые сторонники, условно говоря, в Телеграме или Фейсбуке. Кто-то начинает с нами эту идею обсуждать. А дальше, как правило, происходит пропасть. Информация дальше не идет. Идея стопориться на вот этом небольшом, замкнутом мыльном пузыре, информационном пузыре, и дальше никак. Мы не можем получить большинства, ни раннего большинства, так называемого, ни абсолютного большинства. Так вот, что здесь делать? Как эту пропасть пройти? Эту пропасть проходили все технологические новые продукты. Надо упроститься и стать гибкими. Нужно упроститься просто максимально, чтобы быть понятными тем людям, для которых это новая тема. Это значит, что ваш продукт должен свестись к простой потребности людей и прийти в тот канал, где люди каждый день потребляют информацию и несколько раз, прям несколькими попытками, несколькими голосами, не только вашего основного спикера или вашим основным продуктом, вашим видео или вашим экспертным докладом или еще чем-то, разными формами пытаться выстраивать мостик через эту пропасть. Здесь как бы ключевой момент, надо знать, что эта пропасть будет. Если не ждать и не готовиться, то будет провал. И информация не уйдет дальше вашего окружения. Если ты понимаешь, что впереди, вот тебе все нравится, ты уже в комфорте, тебя твою идею разделяют, ты начинаешь испытывать эйфорию и иллюзию от того, что это нравится всем, вот в этот момент скажи себе слово пропасть. Между тем, что всем нравится и тем, что на самом деле будет нравиться и разделяться большинство, нужен серьезный медийный мост, который выстраивается через дистрибьюцию контента в социальных сетях. Это занимает время. Чтобы этот технологический цикл состоялся, нужно свою работу планировать. Но первое, самое простое, что приходит в голову, как в бизнесе, нужно платить деньги. И когда мы производим контент, мы, как правило, принимаем за аксиому, что 50 процентов наших затрат вообще на какой-то медийный продукт, временных, финансовых и человеческих, 50 процентов всего вот этого мы должны потратить на дистрибьюцию контента. И это, на самом деле, очень сложная мысль, потому что раньше все было просто. Ты сделал продукт, вот у тебя есть продукт, на него все должны прийти, обрадоваться и сказать, как здорово, какой отличный продукт вы сделали. То есть главное вложения были там. Да, это такое товарное мышление было. А теперь, к сожалению, мы в таком изобилии информационном живем, что самое главное, это не продукт. Продуктом может стать все, что угодно информационным. Вопрос, если у тебя есть что-то ценное, как это донести и упаковать, сделать из этого такую красивую конфетку в разных упаковках, чтобы разная аудитория его просто заметила, чтобы не прошла мимо. Потому что самое обидное, что мы сделали какой-то продукт, ролик какой-то сняли, экспертизу, доклад написали, потом выложили это куда-то, как правило, у себя на сайте. И считаем, что мы молодцы. Ребята про это никто не знает и никогда не узнает. То есть вот эту ценность нужно взять, порезать на большое количество разных кусочков, в зависимости от того, кто на какой кусочек, скорее всего, отреагирует. И занести к каждой аудитории, начиная с этого маленького кусочка, с этой подачи, с этой обертки. И только потом потихонечку, кому-то предложив 20 процентов, кому-то 30, а кому-то потом, может быть, и 100. Может быть, кто-то потом и придет к вам на сайт и прочитает, или посмотрит, или прослушает все целиком, но вообще не факт. Потому что самая большая проблема, даже на том же Ютубе вас не досматривают до конца. Аудитория переключается быстро. Мы сегодня разговариваем, и мы должны понимать, что кто-то, это наша беседа, не дослушает до конца, потому что что-то другое отвлечет внимание. Не потому что здесь что-то совсем скучно, бессодержательно, хотя кому-то так может показаться сразу, и первые 30 секунд, и тогда это даже платформа не зачтет как интерес, как внимание. Потому что все обсчитывается, дата абсолютно прозрачная. Наша задача, чтобы все-таки человек заинтересовался. Значит, с того, чего болит. С чего болит? На сайт выкладывать бесполезно. Ваш сайт сегодня никому не нужен. Не будут его искать, а если будут искать какую-то информацию, и в гугле по поиску вас загуглят, и вы выпадете во втором-третьем окне, то до вас никто не долистает. Конкуренция за внимание сумасшедшая. И конкуренция за идеи тоже сумасшедшая. Если ваша идея кому-то не нравится, человек ее проигнорирует просто намеренно. Соответственно, нужно положить ее в такое место в Фейсбуке, а еще лучше, чтобы кто-то вам помог. И здесь ваша целевая аудитория играет для вас, по сути дела, роль бесплатной электрички. Потому что или вы платите за то, чтобы куда-то доехать в большом потоке людей, или люди сами везут вашу информацию на своих плечах, в тех социальных каналах, где они сидят, потому что она им была интересна. И вот этот первый круг аудитории, куда мы говорили, попадают журналисты, ваши совершенно близкие сторонники, те, кто разделяет ваши ценности, это, по сути дела, вот на их плечах и руках, в первую очередь, должна разноситься, дистрибьютироваться информация. Потому что люди читают то, что персонально, и то, что имеет вот такую авторскую подводку, то, что подается через свое переживание, через какую-то историю. Почему журналисты так любят сторителлинг? Потому что просто выложить что-то куда-то — это похоронить. Соответственно, если мы не хотим платить деньги, а подождите, пока давайте не будем платить, можно ни туда, ни за то заплатить, давайте сначала проедем на, как бы, рельсах наших аудиторий, наших первого, второго, третьего круга аудиторий. Здесь мы понимаем, что люди употребляют информацию в соцсетях несинхронно. Вы что-то написали и через сутки не получили никакой реакции, потому что никто не прокомментировал, не было даже провокации и хайпа, даже, как говорится, этого не было. Соответственно, вас просто не заметили, а через день повестка сменилась, значит, надо переупаковывать ваш контент и заходить снова, как с нуля, потому что вас уже не заметили. А можно какой-нибудь пример, вот, ну, практически, как это работает? За практическими примерами наша аудитория, наш мыльный пузырь ходит в Facebook. Поэтому я приведу примеры с Facebook, но на самом деле на каждой платформе можно найти кучу своих примеров, и разбирая свою целевую аудиторию, свою любимую платформу, свой комфортный мир, вы их попробуйте найти у себя. Ну вот, пример, я в Facebook подписана на инфлюенсера-психолога, известный белорус, который живет в Украине, Сергей Шварадский, у него жена медик, и на теме ковида, конечно, огромный интерес. У всех, ну, так или иначе, все что-то пишут про ковид. Так вот, кейс, который он приводит, его жена глубокий специалист, и поскольку у тебя есть экспертиза, мы говорили, что люди хотят делиться, кто-то хочет проблемами делиться, а кто-то хочет делиться экспертизой. И когда ты регулярно о чем-то пишешь, рано или поздно тебя начинают как минимум комментировать, и кейс состоит в том, что кто-то из инфлюенсеров замечает эту информацию, читает этого автора, понимает, что это глубоко, и перепощивает у себя на странице. А мы понимаем, что инфлюенсеры, это люди, которые работают на себя и зарабатывают очень часто деньги, это профессиональные люди, это узел в горизонтальной цифровой среде, потому что вокруг этого узла очень много внимания. Персона может быть эпатажная, персона может быть глубокая, но она должна быть достаточно массовая, и она всегда про свое «я», про какие-то острые темы. Их читают. Опять же, потому что все читают, и мне надо прочитать. И когда такой инфлюенсер перепощивает что-то, на самом деле это бинго. Потому что, как в кейсе с доктором Шварадским и его тоже доктором-супругой, пришла ключевая целевая аудитория. Так вот, пришли врачи. Эта целевка по-другому могла с ними столкнуться только на какой-то конференции или на каком-то собрании местного Минздрава, где бы их там каким-то образом обучали чему-то новому. А врачи – это те люди, которые занимаются прививками и работают с теми, кто против прививок. Им нужна фактура. А они пришли именно на посты супруги. Инфлюенсера. Супруги. Да, да, да. Они стали читать супругу, им нужна эта информация. Но сами они такого врача в социальных сетях бы и не нашли. Потому что это эксперт, у него очень маленькая своя аудитория. Инфлюенсер – это большая разношерстная аудитория. Но среди них тоже есть врачи. Получается, что следующий способ дистрибьюции информации, если не платить, – это инфлюенсеры. Если журналисты – это целевка, то инфлюенсеры – очень слабая целевка, потому что они плохо идут на контакт, они хотят денег или они хотят еще чего-то. Но это люди с таким специальным позиционированием. Это такая местная власть в горизонтальной среде. Вот есть глобальная власть цифровых платформ. У Фейсбука своя, у Ютуба своя, у ТикТока своя. А есть инфлюенсеры. Они пытаются тоже дрифовать по разным платформам. Но, как правило, они корятся на какой-то одной платформе, и там огромная аудитория. Поэтому, если инфлюенсер каким-то образом заинтересовала ваша тема, или у него где-то болело, и он вас упомянул, то как бы вот. А что волнует людей, как правило, в такой среде? Телеком волнует, связь, потому что всем нужно быть на связи. Финансовая информация волнует, потому что банковские карточки, все, что связано с переводами, с деньгами, без границ, это все волнует. Вот эти темы в топе. Но эти люди не живут в вакууме, их интересует социальная проблема, их интересует гендерная проблема. Если мы понимаем, какие инфлюенсеры на нашу проблематику откликаются, то важно как бы с ними подружиться, комментировать и так далее, чтобы они каким-то образом видели, замечали, ценили твою экспертизу. Потому что никто так профессионально не относится к поиску экспертности, как инфлюенсеры. Потому что тема на повестке, ковид на повестке, политика на повестке, отношение полов на повестке, экология на повестке и так далее, и так далее, и так далее. Они будут искать людей вокруг их тех тем. Соответственно, мы просто должны быть где-то рядом. Но не навязчиво, потому что никакого вертикального давления инфлюенсеры не приемлют. Они как раз за счет этого и живут, за счет влияния и доверия, открытости. Им ничего нельзя навязать. И даже когда они вступают в коллаборацию с какими-то партнерами, коммерческими брендами, части аудитории это не нравится. Это нормально, это их риск. Они на этом зарабатывают. Соответственно, их задача быть как бы над ситуацией всегда немножко. Итак, дистрибьюция инфлюенсера – это важная часть донесения контента до целевой аудитории. Но и информационная повестка – это тоже часть дистрибьюции. Потому что мы не в вакууме. Когда что-то происходит, грамотные специалисты, медиагруппа, которая должна быть все-таки, даже если это один человек, он должен понимать, что сегодня на повестке, и нужно ловить хвост этой повестке. Ну, например, такой кейс с Аэрофлотом, очень громкий, несколько лет тому назад был. В Фейсбуке пассажир выложил фотографию, как он своего кота подменял, потому что вес 10 кг, он не мог его провести в салоне. Эта история возмутила Аэрофлот, Аэрофлот решил включить вертикальный способ реагирования, лишить каких-то бонусов и так далее, и так далее, и так далее. Среда всегда сильнее. Реакция была очень простая. Фотка с шампанским, мы все-таки с котом летим в Аэрофлоте, и все это обсуждают. То есть повестка идет волной, и так же, как волна, она склынет, важно в нее успеть скачить. То есть почему важно быть всегда в медийном тонусе. И вот такой пример. Очень многие бренды попытались немножко поспекулировать, повысить свою узнаваемость на этой теме. Тот пример, который зацепил меня, это курсы иностранного языка Skyeng, которые в цифровой среде выстроили весь свой бизнес. Цифровой бизнес. Это сейчас очень популярно, особенно на волне ковида, все учатся удаленно. Так вот, они просто запустили с котом Виктором, с бокалом шампанского, времена английского языка. Я лечу, я не полечу, потому что я слишком толстый. Я уже лечу в самолете, несмотря на то, что я очень толстый. И везде Аэрофлот упоминается. То есть в данном случае Аэрофлот просто терпит сумасшедшие имиджевые убытки, потому что аудитория, конечно, на стороне кого? Обычного человека и обычного кота. Хоть и толстого. Да, хоть и толстого. Потому что она хочет, чтобы с тобой разговаривали на равных, уважительно, а не так, как у нас принято у таких иерархических систем разговаривать с обычными людьми. Не-не-не-не-не. Сеть ответит, и ответ будет сильнее. Что бы там ни было. И те несколько кейсов, связанные с перевозкой животных, которые случились после кота, они просто привели к тому, что сложилась уже среда, целая среда и целое сообщество, которое теперь занимается вопросом перевозки, транспортировки и прав животных во время, простите, трансатлантических перелетов. Потому что животные потом и погибали, и так далее, и так далее. То есть эта тема вышла уже на такой социальный уровень, она стала социально значимой. И все начиналось с одного простого кейса, который получил просто сумасшедшую вероятность. На таких информационных хвостах мы въезжаем в повестку, это тоже часть дистрибьюции, потому что она расширяет твою аудиторию. Она просто позволяет новым людям узнать о тебе, что ты есть, у тебя есть чувство юмора, и ты адекватный современный человек, ты присутствуешь в цифровой среде, это значит, что еще и алгоритмически тебя сети этим людям в следующий раз чем-то покажут. Вероятно, на тебя люди подпишутся. Это значит, что первый ключ к дистрибьюции уже заброшен. А дальше с этой аудиторией можно работать, с ее потребностями, с ее болями и со своим более содержательным предложением. Но, к сожалению, сегодня в социальных сетях нельзя просто прийти с одной глубокой мыслью, с одним глубоким продуктом, рассказать, вот какой это замечательный продукт. Нужно быть везде. Можно обсуждать кейсы нашего любимого Купаловского театра, который пришел в цифровую среду, не о хорошей, как говорится, жизни. И что мы увидели? Мы увидели сумасшедший всплеск аудитории. Мы увидели, что аудитория готова поддерживать. И мы увидели, как люди, которые занимаются искусством, вынуждены теперь быть технологами в этой новой цифровой среде. Потому что, как мы уже говорили, можно подпрыгнуть один раз, но нужно, чтобы эта аудитория осталась, нужно, чтобы эта аудитория проявляла к тебе интерес, нужно, чтобы она в конце концов донатила, платила, потому что все в конечном итоге упирается в финансовую состоятельность, в устойчивость. И даже если ты на эти деньги не проживешь, когда люди голосуют рублем, то это вселяет больше уверенности и оптимизма. Что еще нужно сказать о дистрибьюции? Не забывать про мессенджеры, потому что электронная подписка через почту – это якорь. Но таких якорей может быть много. Таким якорем может быть и Viber, потому что там огромное количество людей. Это значит, что 1% из миллиона – это тоже хорошо. Эти люди регулярно будут получать твою информацию. Поэтому все, что касается дистрибьюции, мы очень внимательно изучаем, как работают бизнесы, как работает мировое сообщество, потому что очень многие уже там. Мы просто смотрим на эти кейсы. И вот эти, коротко если резюмировать, основные принципы и подходы пытаемся применить к себе. То есть, первое – дистрибьюция через медиа, через журналистов. Второе – это все-таки проехать на рельсах нашей первой аудитории, которая нам доверяет, которая является нашим ядром, персонально с ними проехать. Третье – это дистрибьюция через тематические группы, там, где сообщество само будет поддерживать интерес. Четвертое – это информационная повестка. На хвосте мы въезжаем в дистрибьюцию и презентацию себя. Ну и как бы пятое и последнее – это мессенджеры, у которых огромный охват, где люди тоже собраны, они там локальными своими задачами какими-то занимаются, но они очень легко друг другу пересылают информацию. То есть мы увеличиваем просто узнаваемость в широкой среде, которая пока не наша целевая аудитория даже. Но про это тоже нельзя забывать. Вот, собственно говоря, наша сегодняшняя тема по дистрибьюции контента. Наша следующая встреча, следующее видео будет посвящено медиастратегии. Поговорим о том, как проложить рельсы на 2-3 года вперед в медиапространство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!